Привет, меня зовут Сатин Андрей. Сегодня я представляю, представляюсь как совладелец компании USID. До этого у меня было много проектов про те проблемы, с которыми мы столкнулись, я сейчас и расскажу. Начнем с самого болезненного. Это изменение бизнес-модели в процессе. Те самые пивоты, о которых мы говорили. Ситуация. В 2015 году мы пришли в стартап акселератора отдела машин с проектом Style&Go. Это онлайновая продажа одежды, подбор одежды и доставка людям чисто в онлайне со стилистами. Нас проинвестировали, нам очень эта идея нравилась, мы ее яростно пилили, несмотря вообще по сторонам. В процессе нам очень надо было как-то рекламироваться, как-то продвигаться, и мы придумали механику. Когда мы взяли собственные лица ВКонтакте, сделали рекламное объявление со своим лицом и показали его своим друзьям. У нас была бешеная кликабельность, ни одной продажи, и мы радостно пробежали дальше. Типа, ну все, продаж нет, пошли дальше. Каковы результаты? Мы за полгода потратили 50 тысяч долларов, продаж нет, рынка нет, что делать? Нам, слава богу, повезло, что в конце вот этого полугода мы совершенно случайно общались с одним из наших инвесторов-эдвайзеров, Сашей Бородичем, рассказывали ему о своих проблемах и как раз обсудили, что вот была штука такая вот классная с лицами, и вот на самом деле вот это и есть то, что вот надо делать. И мы поменяли бизнес-модель, полностью ушли вот от этой одежды и начали делать историю с рекламой в социальных сетях. Ой, что-то уже у нас тут пошло. Ой-ой-ой. Да. Значит, какие выводы мы сделали для себя на будущее, то есть на что стоит обратить внимание. Первое. Когда вы что-то пилите, иногда просто сделаете для себя передышку, попробуйте посмотреть на стороны то, что вы делаете. Вполне возможно, то, что вы делаете нафиг никому не надо, но где-то по пути было зерно истины. Очень важно это заметить, успеть и не пролететь мимо. Мы почти что пролетели, чуть не сдохли. Второе. Эдвайзеры в стартапе это очень важные люди. Они не просто так получают свои проценты, свои деньги. Это тот человек, который может вам дать экспертизу со стороны и сказать, ребят, стоп, вот просто сейчас остановитесь. Вот та вот две недели назад, вот тут вот гипотеза и та ваша галлюцинация, вот это оно, это клево. Давайте делать вот это. Потому что, когда мы сделали и на коленке собрали вариант рекламы с лицами автоматизированный, хотя у нас это делало несколько человек, которые это лица парсили из социальных сетей и публиковали эти объявления, нам деньги начали отдавать все подряд. То есть просто мы рассказывали клиенту, что мы умеем вот такое делать, нам просто давали денег. Типа, класс. Мы говорили, мы еще не сделали, оно еще не важно. Вот знаете, делайте, я беру. Повезло. Следующая. Следующая проблема это диверсификация. То есть, грубо говоря, да. Полностью, съели все. Да. Давайте я закончу, вы начнете задавать вопросы, я расскажу, или вы в принципе с презентации поймете, как развивалась дальше история. Те инвесторы, которые с нами были с самого начала, они до сих пор с нами, мы так с ними идем. Спасибо им за это большое, что они в нас верят и продолжают нас поддерживать всячески. Про диверсификацию. Мы радостно начали пилить эту историю с лицами, нам начали все давать денег и мы абсолютно расслабились. Ну что, деньги дают, все хорошо. Мы на тот момент работали исключительно только в социальной сети ВКонтакте. Параллельно у нас появился еще один проект. Вот тут много людей с такими бумажными пакетиками с надписью GF. У нас случайно появился проект GrowFood, потому что у нас была молодая команда, они очень хотели кушать и часть команды у нас начала заниматься этим проектом. Значит, что случилось? Первое. По основному проекту мы абсолютно расслабились, типа, ну а что, оно все идет, все хорошо. Второе. Команда делала одновременно два проекта. Сразу и там, и там. Третье. В тот момент, когда в первом проекте начались проблемы, а проблемы обязательно начинаются, по-другому не бывает. Социальная сеть ВКонтакте вдук решила, что реклама с лицами это не очень хорошо, это нарушает какую-то правильность и давайте-ка мы вас отключим. Как делать сеть ВКонтакте? Если они решают, что давайте мы вас отключим, просто падает рубильник и все. И бизнес закончился. При этом GrowFood пер, часть команды ушла туда, это сдохло. Значит, что было не так? Ну, проблема номер один, это то, что надо обязательно делить команды по проекту. Если появилась какая-то новая история, это две команды разных. Одна команда две истории делать не может. Ну нет, не работают. Проверяли на себе. Не получается. Это раз. Второе. Если у вас все идет и все хорошо, это не значит, что надо расслабиться. То есть если бы мы в тот момент вместо того, чтобы вписываться во второй проект, начали подключать Facebook, вполне возможно, мы бы тихо мирно проскочили и ушли бы на запад. Мы этого не сделали. Проект умер. И проблема, с которой еще можно столкнуться, это команда. В тот момент, когда предыдущий проект умер в DSG Pro, но история начала дальше развиваться, мы не очень удачно подобрали технического директора. Вот вы тут как раз был вопрос по поводу аутсорсной команды. Мы договорились с инвестициями, мы придумали новую историю. Деньги есть, но мы решили сэкономить. И мы открыли разработческий офис в Тольятти. Набрали там технического директора, персонал, купили мебель, компьютеры. Проблема номер один. Недостаточно хорошо отсмотрели человека. Неглубоко. Не погрузились его какие-то интересы, желания. Выяснилось, что человек вообще не хочет развиваться. Ему ничего не надо. Он живет в Тольятти, получает зарплату и все у него хорошо. Ездит на ладе Калина. Все. Он начал подбирать людей и разработчиков под себя. Соответственно, команда, ну как мы считаем, заразилась этим раздолбайством. Мы потеряли кучу времени. Продукта не получилось. Но мы, слава богу, уже были научены предыдущими проблемами. Мы уволили технического директора, закрыли подразделения, уволили всех программистов. И на текущий момент у нас вся разработка здесь, в Питере, in-house, задорого, дорогие программисты. Очень хорошего мы нашли CTO, нам повезло, который прям горит, болит, пашет вместе с нами, глаза горят. Он сам под себя подобрал команду, которая пашет 24 на 7. И эти ребята, которые стоили, вот мне сейчас они стоят в два раза дороже, чем команда в Тольятти, но они сделают, не знаю, в 10 раз больше, быстрее и качественнее, чем то, что мы получили от тех программистов, которые были аутсорслены. Выводы. Значит, первое. Если вы точно знаете, что бизнес работает, вы уже получили деньги, гипотеза верна, это не значит, что надо расслабиться и экономить на том бюджете, который вы рассчитываете в дальнейшем. То есть малейший недочет, вот я там недосчитал, посчитал, что я смогу сэкономить на Тольятти, и я бюджет занизил. Неправильно. Лучше было завысить, а потом сэкономленное показать инвесторам, что я сэкономил, вот я сделал вот так вот, и оно работает. Это раз. Для аутсорсной разработки очень важно тщательно подбирать людей, персонал, и вот мое мнение, мой опыт показывает, что аутсорс не работает. Но это опять же мое личное мнение, с которым ситуация, с которой я столкнулся. То есть либо мне надо было там сидеть в Тольятти постоянно, а я в тот момент находился в Тель-Авиве, мне это было вот очень сложно сделать. Либо никак. А собственно все. А вот теперь вопросы. Что вы хотели спросить по поводу инвестиций? Да. Что происходило дальше? Дальше мы… Ну, дальше мы… Первое, что я вышел из проекта Грофуд, эти деньги я потратил на то, чтобы допилить вот эту историю. И плюс еще вошел еще в один проект, который в схожей тематике работает. Ну, наверное, слышали, что такое прометка пользователей на уровне вай-файных точек и мак-адресов. Вот мы сейчас делаем историю, у нас была прометка пользователей на уровне лица социальных сетей, мы к Social ID добавили мак-адреса, сейчас мы еще добавили к этому мейлы и номера сотовых телефонов. И у нас теперь получается большая база данных для того, чтобы коммуницировать с людьми и на той базе данных, которую мы построили, что-то еще заработать. Мы смогли доказать своим инвесторам, что это работоспособная схема, нам добавили денег и сейчас вот собственно мы уже готовимся к раунду A. Не, мы бриджи поднимали, бриджами справились. Ну это как бы деньги до следующего раунда, который мы с раунда после повышения оценки мы с раунда отдаем. Еще вопросы? Кто-то там про команду спрашивал, могу подробно рассказать, как мы наелись с командой внешней. Вы проектировщики, знаете, сейчас? Читайте. Груфуд это уже отдельный проект, не имеющий ко мне, слава богу, никакого отношения. Я единственный, кто с деньгами и вышел. Ну, собственно, главная задача вечерного бизнеса это выйти и быть с деньгами. Нет? Смотрите, отвечу, вот Коля Страхс точно только что вам ответил на этот вопрос. Нет единого ответа. У меня было несколько проектов, несколько экзитов и были очень разные ситуации. То есть, когда мы продавали стартап в Израиле, у нас все был инхаус. То есть, у нас сидел целый этаж программистов, который на нас работал. Очень задорого. Классных программистов, выпускников техниона. И это было дорого, были только инхаус. По той простой причине, что это был платежный сервис. В платежный сервисе ты не можешь отдавать разработку аутсорсу. Потому что добром это точно не кончится. Ну, нет вариантов. Обязательно кто-нибудь что-нибудь сделает. Не то. Другая ситуация. Да, там тот же самый GrowFood, в принципе, изначально разработка считалась аутсорсной. То есть, мы как бы из основного проекта отдавали команду на аутсорс на второй проект. И тоже, в общем, все получилось. И у GrowFood на данный момент все неплохо. И по оценке они там растут. Третья ситуация, когда мы делали историю с большим объемом данных, персональных данных. То есть, то, что мы сейчас делаем, это гигантские объемы персональных данных. Очень много. То есть, мы составляем цифровой портрет человека. Мы про людей, которых мы где-то зафиксировали, мы про них знаем практически все. И мы это делаем теперь только in-house, потому что это, по сути, это круче даже, чем платежный сервис. И, в общем, мое мнение, да, in-house. У нас даже разработка, у нас сервер стоит по старинке внутри в офисе, а не облачный. Все зависит от людей. Это вот тот кейс, про который я рассказал, про команду. Ошибка неправильного подбора технического директора мне стоила больше полумиллиона рублей. Да. И вы сами должны быть погружены в этот процесс. То есть, вот мое мнение, что даже когда вы берете outsource, вы должны туда ездить, смотреть, общаться, лично смотреть в глаза и разговаривать с людьми живьем, а не через скайп. У нас там по одному из игровых проектов было общение с индусами и это был полный трэш. Ну вообще, при том, что там была серверная часть, линейная разработка. Ну то есть мы после этого тратили там приблизительно половину времени на зачистку кода. Потому что общение по скайпу с индусами это очень потешное развлечение. Да. Skype, Bittrex. Мы ввели, то есть как мы поняли, что что-то идет, ну вначале было ощущение, что что-то идет не так. Мы ввели Bittrex, самый простой, бесплатный, чтобы понимать, как исполняется задача. И в тот момент, когда мы там через три недели увидели, что они просто туда не заходят, ну как бы вывод напрашивается сам собой. Ну то есть они просто туда не ходят. Они, да, и то есть они мало того, что его не делают, они даже не пытаются это скрыть. Смотрите, пинговать программистов, я не уверен, что это прям правильный способ. Программисты, как ребята аутичные, асоциальные и интервертированные, когда ты его начинаешь лишний раз пинговать, добром это тоже не кончится. Вот тут надо очень, вот эта вот грань, ее очень важно не перейти. Потому что в тот момент, когда вот у какого-то программиста, особенно если он ведущий, падает планка от того, что ты его достал, ему абсолютно все равно, какая у него зарплата и какая у него доля, он просто встает и уходит. То есть они такие вот… Да, да. И знаете, что интересно, они реально на это способны. То есть вот что удивляет. И вот там я все-таки изначально программист по образованию, а только потом у меня было экономическое образование. А для меня как все-таки больше для экономиста это непонятно. Вроде, ну все же хорошо, деньги вот там… Нет, а все. Есть много способов, единого нету. Есть варианты. Например, могу сказать, как это было построено в компании iFree, которую я считаю эталоном работы с персоналом. Там внутри прямо вот сообщество iFree-шников, то есть может быть сталкивались, что есть такая прям поговорка, бывших iFree-шников не бывает. Очень классно сплоченно внутри… внутри компании люди сплочены прям в единую дружную компанию. Это какие-то совместные мероприятия, совместные там походы на яхтах. Даже вплоть до того, что у них внутренняя валюта есть в компании за какие-то достижения. То есть у них отдел HR, это прям такой отдел продаж, который продает внутренние плюшки своим же собственным персоналу. И это работает. То есть на данный момент я решаю большую половину своих коммуникационных задач просто поиском по списку, кто работал в iFree. Все, один пинг, пишешь там, привет, он видит, что ты там в 2004 году работал в iFree, все, проблема решена. Это прям, но это очень дорого. То есть это важно понимать, что это очень дорого. iFree вкладывал в это огромные деньги именно в работу с персоналом. То же самое я знаю, что делает Яндекс, то же самое делает Гугл, но у Яндекса это получается хуже. У них народ бежит все-таки. Когда задача недостаточно интересна для человека, то есть еще важно с программистами, ему должно быть интересно. У них своеобразные амбиции. У них амбиция написать офигенный код. Чтобы задача была интересной, и код офигенный. Вот так работает. И говорить ему, что вот там вдали оценка 100 миллионов, у него там есть опцион на полпроцента, ему вообще ни о чем. Вот вообще мимо. А вот когда ты ему говоришь, смотри, вот здесь вот до тебя какие-то раздолбая написали на C-шарпе, надо то же самое разобрать, понять, как оно работает, переписать на JS, и делай, что хочешь. У него начинают бешено гореть глаза, вот совершенно начинают бегать, как таракан, и работает 24 на 7. И выдает офигенное решение, прям супер. Все летает. Очень тонкая грань. Вот еще раз повторюсь, главное не пережать. Как только начинаешь их перепрессовывать, все, полный аут. Спасибо большое. И если у кого есть еще вопросы, да. Как вообще лучше отдавать проект на аутсорс, или лучше потратить время, деньги, собрать свою команду под определенный проект? Просто я работал раньше в студиях, и я знаю, как там примерно все делается. Смотрите, имеет смысл собирать команду, когда у вас гипотеза подтверждена, и вы точно знаете, что это работает. Вы можете проверить гипотезу любыми способами. Чем меньше вы на это потратите времени и денег, что одно и то же, да, вот эти две единицы, это одно и то же, тем вам станет понятнее, стоит в это вкладывать дальше деньги и строить свою команду или нет. Своя команда – это дорого. Это офис, это мебель, это компьютер, это люди, зарплата, налоги, и там тын-тын-тын-тын-тын, дофига всего. На аутсорс просто очень часто некачественно делают. В большинстве даже случаев некачественно. Смотрите, ваша задача – проверить гипотезу. Если они сделают быстро, из говна и палок, и подтвердят гипотезу, что она работает и есть в продаже, вы потом наберете нормальных людей и перепишете. Вот то, что мы сейчас сделали, мы когда убрали команду, набрали хороших, мы полностью поменяли платформу разработки. У нас новый стэк от и до. У нас до этого сидели выпускники ИТМО, там 2, 3, 9 и 30, которые классные ребята, алгоритмисты, там олимпиадники, все остальное, но они писали на C-шарпе. И это полный трэш. То есть это все, то есть это тупик. И мы сейчас полностью все это переписываем заново, мы переезжаем на новый стэк разработки, на PHP, на JS и так далее. Но мы там проверили, мы точно знаем, что оно работает. И когда ты приходишь к инвестору, ты говоришь, да, я потерял деньги, время, но я проверил, оно работает. Все, этого достаточно. Хорошо, спасибо. Еще? Может быть, какие-то вопросы у кого? Есть, нет? Спасибо тогда вам большое. Аплодисменты. Спасибо.